Новый сезон добыча только разгоняется, и после базового знакомства с его контентом в прошлом видео давайте рассмотрим отдельные его награды и детали. Начнём с сезонного экзота «Изысканная могила» плазменной винтовки. Доступен экзот, как всегда, из сезонника. Если платил, то с первого уровня, если не платил, то с 35-го. После того, как получишь пушку, не забудь зайти к банше в башню и забрать поручение на катализатор для оружия. Поручение на катали, кстати, довольно долгое и может утомить, но всё равно, пожалуй, того стоит. Но если тебе жалко времени, то сообщение от спонсора этого видео тебе поможет, ведь это двинг.нет. Старый и проверенный сервис, который отлично подойдёт тем игрокам, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит своё время и нервы. На сайте ты найдёшь массу предложений по помощи в завершении сложного квеста, триумфа, прохождение рейда, получение заветного экзота и, конечно же, в освоении контента дополнения Королева-Ведьма и нового сезона «Добыча». Сайт работает давно, новинок в ассортименте при этом появилось много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на двинг есть всё, чтобы облегчить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду «ТриплВайп» мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну ещё бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору и получай ответ. Нужна ли нам вообще ещё одна плазминка на экзот-слот и почему она может быть интересна? Ну, во-первых, она с электрическим уроном, что уже интересно в этом сезоне, потому что с обновлением электрических подклассов игроков до версии 3.0 всё, что голубое, сразу попадает на обложки ютюберов с заголовком «Инсейн ДПС», «Билд Ис Крэйзи» и всё такое. Почему я так не делаю, кстати, не знаю. В общем, у оружия есть потенциал интегрироваться в какой-нибудь билд электрической машины-убийцы в лице тебя. Главный перк плазминки – судно предателя. Говорит о том, что при стрельбе от бедра плазма делает выстрел с большим горизонтальным разбросом, а добивающее попадание с некоторой вероятностью создают ионные следы. При уничтожении стражей ионные следы появляются гарантированно. Ионные следы – это вот эта вот бегущая к вам струйка света, которая хорошо была знакома варлокам в электрическом подклассе ещё до переработки. Зачем они здесь? Для второго перка Экзота – Каскад Бури. Благодаря ему получение ионного следа усиливает один следующий выстрел из плазминки, а при попадании цель поражается электрошоком – новым дебафом. После такого все противники, что будут стоять рядом с целью, будут поражены электричеством. Кроме того, если вы домучаете катализатор на изысканную могилу, то после его установки ионные следы будут частично подзаряжать ваш магазин, а это довольно приятно, особенно в интенсивной чистке мобов. То есть у нас на руках оружие, которое довольно сильно зависит от того, как вы целитесь при стрельбе и от билда стрелка. При стрельбе от бедра, то есть с горизонтальным разбросом, урон по одной цели будет выше, чем при стрельбе через прицел, притом заметно, примерно на 19%. Однако дальность стрельбы будет сильно страдать, да и широченный горизонтальный разброс позволит вам стрелять далеко не по каждой цели так, чтобы в неё залетели все заряды выстрела. Их, кстати, 16 в таком режиме. Так что либо вы рискуете и подбираетесь к цели ближе и наносите, окей такой урон, или довольствуйтесь немного большей дистанцией, но меньшим уроном. Зачем оно вам? Вот и я не знаю. Ну а про то, что экзот раскрывается при использовании именно в электрическом подклассе, долго говорить не буду. Но в основном всё фокусируется на том, чтобы использовать бонусы от ионных следов и электрошока. Думаю, довольно скоро мы увидим какие-нибудь билды на откат гранаты, электрошок и вся вот эта синергия заиграет новыми красками. На мой взгляд, пушка приятная для прохождения многих активностей в этом сезоне. Может подойти большинству игроков, я думаю, в массе в своей. Но вот для урона по боссам, увы, не подойдёт, из-за слишком специфичного режима стрельбы. Ну а что до впечатлений от игры с плазмой в гарнила? Ну, такое себе, честно говоря. От бедра убить вообще кажется нереально при таком разбросе по горизонту. Вы в лучшем случае снимете щит стражу, и вам надо будет как-то его добивать, либо свапая оружие на другое, либо подбегая на атаку рукопашной, потому что мало того, что она разбрасывает заряд куда попало, так она ещё и заряжается медленно. Ну а в прицеле тоже не сказать, что изысканная могила хоть что-то может сделать лучше легендарных блок 1, или ингредиента, или бастиона того же самого. Так что с этой плазмой в ПВЕ очистим мобов, дамажим чемпионов и воителей, и может быть боссов, если они широкие как бульдозер, а стражей всё же лучше пилить с другого оружия. На этом всё. Спасибо, что досмотрели до конца, там внизу можно жмякнуть лайк, подписку, а ещё, если ты меня уважаешь, подписаться на страничку Бусти. Она помогает поддержать мой канал после отключения монетизации от гугла. До связи! Субтитры сделал DimaTorzok